Кое-кто мог отравить. Как на самом деле умер Александр Невский? Кое-кто мог отравить. Как на самом деле умер Александр Невский? 8 часов 6 декабря 2019 года. Обновлено. 8-7 6 декабря 2019 года. РИА-НОВОСТИ. ВАЛЕНТИН ШИАНОВСКИЙ РЕПРОДУКЦИЯ КАРТИНЫ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТРИПТИХА. РИА-НОВОСТИ. ВАЛЕНТИН ШИАНОВСКИЙ. Москва, 6 дек рия новости, Антон Скрипунов Православные вспоминают 6 декабря святого Александра Невского, особо почитаемого в Русской Церкви Именно в этот день более семи веков назад благоверный князь был погребен во Владимире А девятью днями ранее он скончался при загадочных обстоятельствах О возможных причинах его ухода из жизни в материале рия новости Молва в народе Стены основанного в конце века Богородицы Рождественского монастыря во Владимире свидетели важных эпизодов русской истории Но, пожалуй, самые драматичные события произошли здесь 6 декабря 1263 года В монастырском дворе и вокруг обители собрались тысячи людей Они оплакивали лежащего в гробу монаха Алексия А когда местный митрополит подошел ко гробу, присутствовавших объял ужас Севастьян эконом и Кирилл митрополит хотели разжать его, монаха, руку, чтобы вложить грамоту духовную Он же, будто живой, просты руку свою и взял грамоту из руки митрополита И смятение охватило их, и слегка отступили они от гробницы его Об этом возвестили всем митрополит и эконом Севастьян Кто не удивится тому чуду, ведь тело его душа покинуло и везли его из дальних краев в зимнее время Гласит одно из свидетельств Фото Богородица Рождественский монастырь во Владимире Это был не просто инок За 9 дней до Владимирского чуда великий князь Александр Ярославович, стоя на пороге смерти, принял монашеский пост Фикси именем Алексий Согласно летописям, это произошло в Городце, где Александр остановился по дороге в Стольный град Владимир Вот только на тот момент городцов было два На Волге в нынешней Нижегородской области и на Океа Городец Мещерский, ныне Касимов Так где же скончался правитель Руси? Наводку историкам дала повесть о житии Александра Ярославича, составленная всего через 20 лет после его смерти Там говорится, что князь прибыл из Орды от царя в Нижний Новгород, где за ним мог А потом, гласит повесть, он неожиданно уезжает, но не во Владимир, а именно в Городец Вот только зачем Заведующий кафедрой церковной истории и канонического права Богословского факультета Православного свято-тихоновского гуманитарного университета священник Александр Щелкачев напоминает Что в Городце на Волге хранилась чудотворная феодоровская икона Богоматери Public Domain Репродукция картины Михаила Нестерова кончина Александра Невского Жертва интриг Версия об отравлении родилась не на пустом месте На Руси еще помнили о печальной участи отца Александра Невского великого князя Ярослава Всеволодовича В 1246 году он приехал в столицу Монгольской империи Каракорум, где восходил на трон Хангу-Юг Там Русичу была оказана большая по миркам средних веков честь, принять кубок из рук матери великого хана Туракины и испить из него Спустя семь дней Ярослав умер в страшных мучениях, а его тело посинело С тех пор на Руси все знали, из ставки монгольского правителя живым можно и не вернуться за сто лет монгольского владычества Десятерых князей там зарезали, семерых отравили, а шесть умерли по дороге на родину Однако Александр Невский этой участи избежал После гибели отца он в 1248 году отправился в Монголию получать ярлык на правление, дающий право собирать дань с русских земель И тут же молодой князь оказался вовлечен во внутриполитические интриги Дело в том, что империя Чингисхана была поделена на несколько улусов между его потомками, которые постоянно ссорились Public Domain Лицевой летописный свод Александр Ярославович А отравил его, по всей видимости, родной дядя Берке Именно он с 1257 года стал регулярно выдавать великокняжеский ярлык Александру Ярославовичу, который, в свою очередь, ввел с монголы татарами тонкую политическую игру Во многом благодаря этому, как считают историки, более 15 лет Руси избегала карательных походов ордынцев Хан Берке провел перепись населения и наладил систему сбора налогов, а Александр Невский усмирил нежелавших платить дань князей Однако спокойствие на Руси продлилось недолго В 1262 году в ростовском княжестве вспыхнуло восстание Избави Бог от лютого томления бессурминского галюди Ростовская земля Вложи ярость в сердца крестьянам, не терпящие насилия поганых Изволишь овечивый гнаша из городов, из Ростова, из Володи и Меря, из Суждаля, из Ярославля Свидетельствуют летописец Великому русскому князю удалось отговорить хана Берке от набега на ростовские земли Однако тот потребовал войска для борьбы со своим родственником ханом Хулагу, правившим улусом в Средней Азии По сведениям историков, в противостоянии двух внуков Чингисхана русские воины не участвовали Значит, Александр все же отмолил беду от люди своя Хан Берке Привет от своих Впрочем, критики этой версии утверждают, Берке было невыгодно устранять великого князя, гарантировавшего своевременные поступления налогов в Орду Однако именно сложные отношения с другими русскими князьями могли стать для него роковыми Огромную власть на русских землях Александр Невский получил в результате борьбы со своим младшим братом Андреем Тот в 1249 году заключил союз с врагом Александра князем Данилом Галицким, сохранившим независимость от Орды В ответ Александр Ярославович заручился поддержкой улуса Джучи, обвинив Андрея в невыплате части собранных налогов В 1252 году войска татарского воевода Неврюя на голову разбили рать Андрея Ярославовича, и тот бежал в Швецию Однако спустя несколько лет беглец вернулся на Русь, где был прощен старшим братом Александр дал ему в управление Суздаль, Городец и Нижний Новгород Исцеление руки Сигела Благовещенского собора Афанасия от гроба Александра Невского Лицевой летописный свод Ивана Грозного Исцеление руки Сигела Благовещенского собора Афанасия от гроба Александра Невского Лицевой летописный свод Ивана Грозного Андрей был вторым сыном Ярослава Всеволодовича и согласно порядку наследования должен был занять Великокняжеский престол в случае смерти Александра Это и навело некоторых исследователей на мысль, что именно он мог устранить старшего брата. Однако, как писал историк 19 века Иван Забелин, Андрей был в немилости у хана, после смерти Александра Берки выдал ярлык не ему, а младшему брату Ярославу Ярославовичу. Кроме того, по мнению ряда историков, нежелание выполнять требования у Лусаджучи отправить русское войско на войну с Хулагу в далекий Иран сплотило князей. Ведь и без того они содержали многочисленных ханских чиновников и платили дань. Нет необходимости, как это делают некоторые публицисты, утверждать, что Александр и другие русские князья безропотно выполняли ханскую волю, даже чуть ли не контракты заключали с монгольскими правителями на поставку им русских ратников. Наоборот, они, как могли, предотвращали подобное, и сам Александр доказал это собственной смертью, утверждают историки Александр Баханов и Михаил Гаринов. По их мнению, попытки князя уберечь своих воинов от неминуемой гибели в ханской междоусобице закончились местью ордынцев Александра отравили, как некогда и его отца. После ледового побоища, которое, на самом деле, было лишь одним из эпизодов большой русско-немецкой войны, рыцари сами предложили мир Александру. И вплоть до самой его кончины наши западные партнеры тех лет тефтонцы и шведы особо не беспокоили Русь, отмечает историк Владимир Патресов. Не исключено, что после этого Ватикан и подчиняющийся ему тефтонский орден возжелали брать с дороги мешавшего их грандиозным планом князя. Сам умер. Однако круг подозреваемых в возможном убийстве Александра Невского настолько широк, что немало специалистов сомневаются в версии о яде. Историки обращают внимание вот на какую деталь, современники могли принять за отравление какую-нибудь болезнь. Из летописей известно, что еще в 1251 году князь, которому в ту пору было 30 лет, сильно заболел и едва не умер. Вполне возможно, что загадочная хворь дала о себе знать спустя годы по дороге из Орды на Русь. Сиси Байса 3.0 Оксна Хараб Сараи Бату Сараи Бату Принято считать, что люди той эпохи в среднем жили примерно 30-35 лет. Многие болезни тогда еще не научились лечить. Представители знаты жили чуть дольше около 40 лет. Александру Невскому на момент смерти было 42. За это время вполне можно было нажить смертельных болячек и без отравления. Тем более, что весь свой недолгий век князь воевал, постоянно в седле, походные невзгоды, ранения в битвах. Даже сейчас у нас военные выходят на пенсию раньше, чем обычные люди, подчеркивает в беседе с РИА Новости военный историк Клим Жуков. По словам экспертов, сейчас нет источников, где бы прямо указывалась причина смерти великого князя. Поэтому любая версия будет лишь домыслом, пока не откроются новые для исторической науки данные той эпохи. 24 ноября, 08.00 Религия и Мировоззрение Крестителей Перун Кем на самом деле были Добрынья и Змей Горыныч?